Станица Петровская крупнейшая в нашем районе. Она имеет богатую 200-летнюю историю и немалые собственные традиции. И внимание к себе станица требует серьезного. Вполне законно желание селян жить, пользуясь всеми благами современной цивилизации, совмещая их с удобствами и преимуществами сельской жизни. Конечно, в таком крупном населенном пункте, как Станица Петровская, те или иные работы по благоустройству ведутся регулярно. К примеру, выполнен капитальный ремонт старого здания Петровской участковой больницы, районная администрация оснастит его мебелью и оборудованием. И все-таки потребность в диалоге власти и народа есть. Особенно это важно, когда на сход граждан прибывает глава Славянского района со своими заместителями и представителями всех необходимых служб. После приветствия участников схода жители начали задавать вопросы. Один из немаловажных – мусор на обочинах дорог. Смотрите, прекрасная дорога. Идешь на обочине пакеты, выносится в какие дни положено, не выносится. Раньше загадя выносится, надо что делать. То, что вы задали вопрос, хотя бы график соблюдать, во сколько выносите, в какие дни. У нас и в понедельник мусор стоит, после как машина уехала, и во вторник, и в среду, и в четверг. Сянители, ну поймите меня правильно. Наталья Ивановна же не может ходить по улице, какая она тут, как часовой выглядит. Кто ж когда-то принес. Очень волнует станичников состояние местных дорог. Роман Сенеговский проинформировал собравшихся о той большой работе, которая делается в районе на этом направлении, о действенной финансовой поддержке вышестоящих органов власти. Сумма-то вроде бы и немалая в целом, да, потому что в том году мы в целом на район 90 миллионов привлекли. Но, конечно, их недостаточно для того, чтобы жить еще лучше, понимаете. Но желание у Владимира Ильича есть, у вас желание есть, у депутатов есть. Значит, соответственно, будем продолжать работать. Кроме того, станичников интересовали такие вопросы, как спиливание старых деревьев, представляющих опасность, проведение работ по очистке станичного ерика, работа почты и общественного транспорта. На все вопросы участники схода получили аргументированные обстоятельные ответы. Так, очистка ерика идет постоянно уже не первый год и приближается к завершению. Также для жителей прозвучали настоятельные предостережения по поводу сжигания сорной растительности, так как на Кубани установлен пятый класс пожароопасности. Видно, что станица в целом благополучная, только ей требуется постоянное внимание местных властей. Если мы все вместе заплатим налог, если мы вместе будем заниматься территорией, у нас будет намного лучше. Не надо никого обвинять, надо начинать с себя, понимаете. Вот едешь по улице Тоннельной или по улице Макеева, цветники, заборы выкрашены, красота, чистота. У вас замечательные люди в микрорайоне живут, очень многие орденоносцы, очень многие из них уже почетные жители нашей станицы. Депутатский корпус на вашей территории очень сильный, который не сидит и намолчит на сессиях, а всегда задает вопросы, всегда борется за кусок улицы или за все остальное. Поэтому огромное вам спасибо, здоровья вам всем. Только объединив усилия местных властей и активных общественников, можно добиться, чтобы станица была благоустроенной, чистой. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа «События».